Я хотел знать, что, Настя, извиняюсь перед тобой, попустить у тебя прощение, чтобы ты понимала. Я тебе искренне могу сказать, что я люблю Олю. Мы сейчас об этом не говорили, я просто даже с Олей Бузовой сейчас поговорил. Я раскаюсь в том, что я хочу быть честным. В первую очередь быть и перед собой, и перед Олей, и перед родителями, и перед коллективом, кто, и вообще перед всеми быть искренним, что я изначально, когда в городе ее увидел, то есть мы с ней были вместе, мы общались с ней, да, то есть мы проводили, я не знаю, по 24 часа в сутки практически. Ты хочешь на ней жениться, хочешь от нее детей? Я хочу, да. Мне не зазорно. На ее прошлое мне плевать. Я вас сложила. Я кого разводить и сложила? Нет. Дело в том, что я с первых дней знала, что Дима меня любит. Я была уверена в этом и в себе я уверена, что он ни на кого меня не променяет. Все вот эти девочки, все это были проверки, это была мотивация для меня, что он, я ему всегда говорю, ты почему такой мстительный, жестокий, злопамятный. Он говорит, я такой. Ты меня обидела, я тебя вдвойне сделаю хуже. Ты ему не нужна была, и ты ему сейчас не нужна. Я просто знаю Диму. Я еще раз говорю, я его знаю ни один день, ни два дня, да, как ты там... Поэтому я знала, я знала, что Дима любит меня, и я просто не понимаю, что... Ну, и вообще коллектив говорит, мы больше верим тебе, Оль, что ты действительно его и прощаешь, и на поляне, как ты к нему там, там, не знаю, на кухню там выходила. Ну, он говорит, готовь. Я говорю, да я не буду готовить. Я прогнулась, я поменялась, я ему приготовила. То есть, вот, чтобы он меня не просил, да, я, то есть, я говорю, я ради любимого человека готова делать все. До свидания.